Привет, друзья мои! Немножечко по поводу вчерашних выступлений в ООН. Все было довольно-таки ожидаемо. Китай ни о чем, те о том, те о сем. Россия быковала, как при Хрущеве. Лучшие дни, знаете, когда Никита Сергеевич тарахтел своим старым ботинком по столу в ООН. Подочнее, по трибуне в ООН. Интересно, ну, понятно, вся Европа была, и Америка на стороне Украины, весь цивилизованный мир. Тут все понятно, все ожидаемо. Интересную позицию заняла Кения. Это была проукраинская позиция, знаете, замечательная, абсолютно. Я в жизни бы не ожидал, что Кения подойдет настолько взвешенно и так красиво умоет расшистов в ООН. Ну, казалось бы, боже мой, да Кении должно быть вообще наплевать. Ну, где Кения, где Украина? Тем паче Кения может и частично зависеть от российского туризма, но, надо сказать, что приличное количество россиян ездили и продолжают, наверное, ездить. Может, не в таких уж количествах, но ездят в эту страну. И можно было ожидать, знаете, такого более взвешенного, более спокойного выступления представителей Кении. Но не фигушечки. Он заклеймил российскую агрессию вдоль и в поперек и сказал, что если бы Африка смотрела в прошлое, так же, как и Россия, то на сегодняшний день, поскольку Африку делили не по принципу народностей, которые где живут, а по принципу того, где чья была колония, то вот сегодня, если бы они смотрели в прошлое и начали бы восстанавливать государство по тем границам, где живут эти народы, то вся Африка сегодня полыхала бы в войнах. А на сегодняшний день в Африке более-менее спокойно, да, есть перевороты в самых, скажем так, внутренние неурядицы в самых бедных странах. А, например, есть просто даже удачные страны, например, такие вот, как Уганда, которые, елки-палки, вспомните, был же там совершенно недавно какой-то вообще геноцид. Там Туцци, Хуту и Туцци просто... Там была война между ними. То есть вспомните, что там творилось. И в ГАГе до сих пор разбираются с этим вопросом. Но вы посмотрите, Уганда сумела это все переступить и на сегодняшний день умыла, умыла Россиюшку. Даже Уганда умыла Россиюшку вдоль и в поперек. Посмотрите, Уганда сегодня выпускает свои мобильные телефоны. Сама делает. Сама производит от начала до конца. И посмотрите на Россию. Помните ее птафон? Помните? Где он? Его нету. Уганда круче Россиюшки. Вот это значит, когда страна занимается телефонами, техникой, своим населением, своими гражданами, а не ракетами, танками и тем, что она кошмарит соседей. Ну а да, Кении, конечно же, респект за помощь. Редактор субтитров А.Семкин